Брестский государственный технический университет основан в 1966 году. За 55 лет в нем подготовлено более 51 тысячи специалистов. На площади в 70 тысяч квадратных метров располагается 7 учебных корпусов, в которых размещается 5 факультетов, 4 общежития, 2 спортплощадки, стадион, 2 столовые и оборудовано 16 научных лабораторий. В университете работает более 400 человек профессорско-преподавательского состава, ежегодно они обучают свыше 5 тысяч студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов. Университет занимается активной разработкой и внедрением инновационных технологий как в учебный процесс, так и в производственную деятельность в различных отраслях народного хозяйства. В сфере строительства университет является ведущей организацией Республики Беларусь в области разработки гармонированных нормативных документов, теории надежности зданий и сооружений, инновационных разработок и новых конструктивных решений, а также эффективных составов бетонов на основе экологически чистых материалов. Ведущее место в инновационных разработках университета занимает новая металлическая структурная конструкция системы БарГТУ, отличающаяся от известных решений конструкции узла и стержня, обладающая рядом достоинств, основными из которых является архитектурная выразительность и привлекательность сооружений, высокая несущая способность и пригодность воспринимать нагрузки свыше 3 кН на метр квадратный при пролетах до 150 метров. В области экологии и рационального природопользования ведутся разработки в направлении альтернативных источников энергии, карусельная ветроустановка, плавсредства для мониторинга водоемов и другие. В университете реализован инновационный подход к образовательному процессу в сфере IT-технологий и робототехники, что позволило внедрить в производство ряда роботизированных устройств, коллаборативный политайзер, дельта-робот на основе светоприводов AirDrive и другие промышленные проекты. За время существования университета заключено свыше 150 соглашений с университетами и исследовательскими институтами более 30 стран мира.